здравствуйте в эфире телеканала север программа актуальное интервью сегодня у нас в гостях владелец музея лавки арсенал необычных велосипедов самокат в городе углич и ярый поклонник велосипедного спорта сергей кондаков он же василий самокатов сергей здравствуйте очень рада видеть вас в студии у нас впервые такой необычный человек очень приятно что вы еще и наш земляк уроженец деревни андик расскажите откуда такая взялась тяга к велосипедному спорту ну как ни странно я вырос на севере и в общем то у нас как говорят 9 месяцев холодно остальное очень холодно и на велосипеде мы катались только во дворе дорог нет вот в девяносто пятом году я уехал с нарянмара жить в город углич вот и когда мне было уже на лет 36 вы уехали вам было 36 лет нет я когда уехал мне было 301 год в общем предприниматель пел первой волны ну знаете челночники то есть представляете там работали по 20 часов тяжести носили там по 100 килограмм и в 36 лет у меня начались большие проблемы с спиной то есть межпозвонковая грыжа там смещение позвонков полный букет я по две по три недели не мог встать в общем-то ну начался как сказать кризис какой-то ну вроде не старый человек еще там дети не выращены надо было что-то делать ну там испробовал разные методы там пробовал лечиться там в санаторий ездить ну вроде как бы помогает но не очень потом понял что если ты сам себе не поможет никто тебе не поможет не поможет значит первое что сделал я исключить ну я никогда не курил и не курю я и своего рациона спиртное убрал полностью вообще даже пиво второе и каждое утро стал делать специальную гимнастику и третье надо было заняться было каким-то спортом в общем-то врачи советовали бассейн а углич город маленький в то время бассейна не было ярославль ездить далеко я почему-то выбрал велосипед немного не так не я выбрал велосипед велосипед выбрал меня то есть у нас в угличе есть велоклуб его создали немцы из нашего города побратима инштейна у нас углича 4 города побратима финляндии в германии во франции и в греции ну как-то так сложилось что больше мы с немцами дружим они как-то более активны вот они приезжие велосипеды приезжие форму первой поездки с ними совершали и я узнал об этом клубе пришел и вот с этого все началось поехал и поехал до ездил объехал пол мира занимался кросс-кантри пять лет пять лет я делал веломарафоны два года вошел можно сказать 100 лучших марафонцев россии веломарафон вот много путешествовал сейчас путешествую и год назад ваша мечта сбылась вы открыли музей лавку а до этого на раз собирали эти велосипеды до несколько лет вот да началось все как бы банально просто значит едешь поездку хочется привести сувенир я почему-то себе такой целью задался привозить только велосипедные сувениры да ну сначала началось брелки и значки там мелкие фигурки дома была полка полка заполнилась уже некуда было как бы все это девать не частный дом баня я пристроил специальную комнату потом уже в комнату не стала влезать уже не знаю потолок подвешивал во дворе стояла все вот но как бы музей я мечтал много лет но как-то как вам сказать не хватало духу что ли или не хватало кого-то толчка последнего вот и три года назад я устроился на работу в местную редакцию местное телевидение водителем то есть у меня хороший микроавтобус я их возил там по всей области по всей стране и вот причем директором то мой друг тоже велосипедист и за два года я объехал все музеи области познакомился со всеми музейщиками со всеми людьми которые там занимаются историей и как-то пришла уверенность и уже да вот второй год пошел моему детищу полтора года работают это же у вас необычный музей это такая интерактивная площадка да там получается и образовательная игровая можно там проводить вечера и праздничные мероприятия и концерта сколько вообще область площадь помещения но площадь где-то 150 квадратных метров причем это в центре города но город у нас небольшой все шаговой доступности рядом гостиницы все значит конечно пришлось что-то менять потому что я как бы в бизнесе всю жизнь музейном бизнесе новичок значит наивно сначала рассуждал что у меня там будут кафе при музее у меня будет веломагазин ну потом понял что это большая ошибка потому что но если делать кафе то надо как бы площадь нужны специальные условия ассортимент но просто общепитом надо заниматься отдельно они сделала магазин то же самое то есть если у тебя будут стоять два велосипеда у тебя никто ничего не купит то есть должен весь ассортимент и так далее потом как-то пришло понимание все начало трансформироваться как бы немножко в другую сторону ну у меня бар на стойкой до сих пор стоит я бесплатно своих друзей там клиентов чаем кофе пою да вот значит упор сейчас на что значит ну ну понятно что экскурсии вот экскурсии сами проводите ли у вас есть человек но смотреть конечно есть у меня несколько сотрудников вот самому сделать все невозможно начнем с это не но когда приходит группы гости понятно особенно там какие-нибудь с москвы иностранцы то есть я сам провожу по крайней мере стараюсь проводите в образе у вас образ не шли самокат скажите как вот он родился этот образ образ родился тоже совершенно случайно также ехали на машине вот с моими друзьями что-то шутили там и вот пошло поехало значит почему-то пока ваня самокатов потом почему-то вася я даже сложно сейчас сказать это получилось затем я поехал в город мышкин который находится рядом там живет очень интересный дед он счет кепки кепки счет по лекалам там 19 18 века то есть он счет любые кепки по заказу то есть он может там шить картуз там крестьянина там как картуз какого не купца военную кепку любую вот я к нему приехал он говорит вот мне дает эту кепку говорит вот это где твоя кепка я не понял ну я вижу вот на тебя посмотрел где-то тут вот я кепка причем где-то на у нее вариант где-то и зимние ушки отгибает и придет зима китров и вот это можешь ходить нам действительно вам идет да в итоге он уже мне шил 6 кепок то есть летняя кепка велосипедиста есть васяного брата американца сейчас пошла уже такая тема что дело идет уже создание театра скажем значит появились братья у вас макатова джон американец пьер француз там ахмед турок по всей еду в турцию покупает туристскую кепку приезжаю как бы я ахмед для но то что шутка а когда приходят люди у меня же как бы скажем так программа состоит из трех частей первая экскурсия мы рассказываем когда изобрели велосипед как изобрели всю эволюцию причем все интерактивно то есть есть вся линейка велосипедов начиная от первых деревянных велобегов и кассатрианцев до примерно вот не примерно они примерно а точно 200 21 год прошлом году мы праздновали юбилей создания велосипеда кстати музей открылся может символично в 200 лет волосипеда рождения велосипеда велосипед был изобретен официально 7 апреля 1817 года ну вот говорю что первая часть это мы как сказать рассказываем да да причем игру рассказываем не просто люди катаются или мы показываем затем если детские группы мы проводим какие-то игры там соревнования шуточные викторины и третье люди самостоятельно катаются фотографируются то есть нас есть специальная даже рамка для фотографирования огромный велосипед большими колесами прямо прямо в садишься вот и картина нарисована на стене то есть натуральная картина художник нарисовал древние угличи кремль много посетителей ну знаете много не бывает вопрос такой знаете очень интересно я объясню сейчас значит любой бизнес когда начинаешь нуля да 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 конечно вот некоторые наивно думают открыл кепость и побежали конечно нет ну начнем с того что у нас углич очень большая конкуренция у нас где-то если не ошибаюсь музей в 12 и больше не точно да причем есть такие огромные музеи с которыми сложно конкурировать это кремль улический и музей гидроэнергетики улический кремль понятно это ну как бы жемчужина улича это его история тут как бы вопросов не импал да да кто 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 приезжает в углич идут туда обязательно музей гидроэнергетики это музей который создала компания русгидро крупнейшая компания в россии которая владеет всеми гидроэскоростанциями а в угличе была построена первая гидроэскоростанция на волге вот понятно что тоже там такая мощь у вас же получается единственный музей велосипедов россии насколько мне сказали правильно но вы знаете как ну вот я не до рассказал я сейчас как бы по рейтингу уже выхожу на третье место ничего себе да и вот что как бы немножко поменял в работе вот было может приятно больше половины посетителей это дети то есть много детей то есть ну про местных я уже молчу там через школу уже сходили сейчас мы делаем программы образовательные я делаю совместно с газетом изучаем правила дорожного движения раньше сотрудники гаи приходили школы и там в классах так проводили я вышел с предложением меня это сама управление образование поддержала в этом вопросе вот дальше что вот проводите да и мастер-классы наверное да но мы проводим мастер-классы то есть особенно в зимнее время количество туристов не так много летом так как быть с этим все хорошо да да потому что мы входим золотое кольцо россии у нас волга москва 200 километров но в основном москва понятно да то есть а зимой то меньше посетителей значит проводили елки детские дни рождения проводим концерты проводим самое корпоративы разноплановая площадка ну а ходится понимаете вот как не спрашивают там куклы сколько ты миллионов и заработал на этом но понимаете пока приходится только вкладывать потому что надо развиваться надо придумать что-то новое ну и по моему движение пошло вот сейчас кто вас поддерживал семья да вот потому что это же такой риск был да любой бизнес риск а тем более такой велосипедный но в первую очередь друзья конечно у меня очень хорошие друзья вот ну если я начну рассказывать вам даже ну как-то смешно даже это будет слушать потому что как все говорят у вас и самокатов все на халяву то есть логотип вот логотип мое музее придумал один друг да 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 ну то есть у нас все по серьезному у меня свой флаг желтый свет фирменный логотип флаг все это самое вот название придумал логотип придумал друг с москвы вместе ездили веломарафоны название придумал другой друг наш председатель нашего клуба вот я член клуба московского караван вот продвижением занимается помогает следующий друг суслов алексей редактор местной газеты дизайном занимался еще один друг володя кузнецов он художник и александр ахлестин вот ну как то вот так вот миру пони ну типа да 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 у ваш музей так интересен еще тем что экспонаты там они живые да то есть их на них можно прокатиться можно потрогать выдерживает такого наплыва посетителей не жалко у вас же там есть и редкие экспонаты начиная с 19 века нет смотрите но начнем все даете нет нет даем все у меня принципиально такая позиция я не собираю старые велосипеды вот я делаю копии смотрите если у меня я собирал старый ну просто расскажу есть в санкт-петербурге музей называется царских велосипедов назывался очередь переделали музей царских утех там просто его расширили и велосипедом оставили комнату там 10 велосипедах на которых ездили цари наши кстати сам первыми русскими велосипедистами были наши цари царская семья почему понятно да то есть велосипед стоил огромных денег от 100 до 400 рублей это середина 19 века когда корова стоила 3 рубля но представляете целое состояние кто мог купить велосипед только очень богатые люди ну это было необычно это было престижно ну спорт вот наши два поколения царской семьи и вплоть до женщин там детей все были велосипедистами заядлыми ну вот там стоит 10 велосипедов они нам не только за этой как его за жорточкой они там под стеклом стоят потому что это раритет это стоит огромный денег у меня таких денег нет к сожалению пока может быть вот я пошел по другому пути то есть по рисункам по описаниям мы делаем копии а кто делает такие мастера есть он будет люди но но не только в угляч у меня люди даже с украины делают велосипед один кузнец живет первым мышки не соседнем куют великие деревянно делает строй друг живет на урале город заречный изобретает велосипеды всякие тоже третий живет город аша челябинская область ну как-то я уже сказать в этой зусловской уже почти 20 лет то есть много друзей которые и мы друг другу помогаем это сами им передвигаетесь как на велосипеде по уголь еще смотря смотря где когда нет по уголь еще я или ну знаете у нас очень очень маленькие расстояния я обычно пешком хожу если если не нужно что-то вести то я у меня дома практически там два километра до работы я люблю ходить пешком но в поездках я обязательно с велосипедом то есть я себя не представлять без велосипеда то есть если еду даже до какую дальнюю поездку предположим там в турцию там на море вот обязательно собой велосипед утром встал там до обеда тренировка там надо полтенечек соточку катануть как говорится а потом можно и покупаться да это же понимаете это же удовольствие то есть ты во первых я не вижу некие экскурсии я не когда приезжаю на какой-то отдых я никаких не беру экскурсий то есть я все и обезжаю на велосипеде я знакомлюсь с местными жителями даже не знаешь языка находишь общение потом тут же загораю тут же купаюсь ну как бы как говорится дешевый сердиц получается вы сегодня пришли тоже своими экспонатами совсем маленький ты на 1 самый маленький до который у вас есть музей от красный ну если на которых можно ездить наверное да просто понимаете до на римара дорога дальняя больше не возьмешь нет ну можно было взять у меня большая машина но это ну это очень сложно надо их разбирать да потом не дай бог дороге что случится то есть у меня и багажники все это немецкий да получается это два немецких велосипеда мини-велосипеда но они как можно сказать велосипеды шуткой конечно на велосипеде далеко не увидишь но вот этот велосипед выдержит 150 килограмм 150 до колеса грузовой тележки вот этот этот 300 а вот тут два у нас это стандартно на два человека то есть это не только дети могут кататься могут взрослые кататься вас наверно на каждый велосипед к это припаутка да есть история ну раз есть 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 там есть например велосипед с редуктором то есть колесо поворачиваешь вправо грудь поворачивается влево мы его назвали пьяным велосипедом на нем невозможно ехать практически вот потом есть велосипед я его назвал американские горки колесо со смещенным центром тяжести передней и ты когда и вот и как по горке вот этот велосипед как бы я назвал для влюбленных скажем так когда приходят пары я в шутку говорю если прокатитесь а у меня в музее нарисованы велодорожка по кругу ну чтобы кататься от группы я дала кружок прокатить по дорожке началось все будет на что будет любовь значит будет семья они верят и катаются ну по-разному кто-то верит кто-то не верит есть у меня даже инвалидная коляска просто у друга стояла а инвалидная коляска это как бы разновидность рычажного велосипеда когда у меня не было рычажного велосипеда сейчас мы уже сделали я показывал на коляске и кто-то говорил ну нет я не сяду там плохая примета кто-то садился ничего себе а получается самый старый экспонат этот 19 века да там там же раньше как-то различались они был женский мужской да нет смотрите вот если как бы ну коротко рассказать историю велосипеда значит первый велосипед изобрел барон фон дерес это немец ну ровно 201 год назад значит что он представлял два колеса от телеги брус в общем ну и и руль управление колесо то есть педали не было то есть человек бежал называли его беговел зачем затем изобрели рычаг то есть суть понятно да то есть от колеса идет рычаг педали тоже не было вот следующий этап затем наконец-то изобрели педаль на переднее колесо стали делать кованые велосипеды просто вкусниковали вот ну как обычный трехколесный велосипед говоря по-русски вот когда изобрели трубы и шины вот тогда уже пошел бум это где-то 70-е года 19 века да уже пошло много конструкций всяких разных вот самый известный это пауки большим колесом у меня есть двухколесные трехколесные естественно все они на ходу ну можно посмотреть видео сейчас интернет то есть посмотреть фотографии то есть мы во всех сетях сайт у меня своего нет я считаю что это но как бы немножко неправильно вчерашний день уже вот то есть контакт фейсбук инстаграм ну так далее у вас уже 12 лет по моему подряд в угличе проходит веломарафон кублическая верста да вот расскажите не веломарафон а велофестиваль велофестиваль да вот расскажите подробнее о нем ну во первых ну извините уточню их прошло десять да 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 ну как бы сказать идея создать в угличе велосердиваль пришла мне где-то 11 лет назад я в то время активно работал бизнеса то есть вы стали не сатором ну да 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 я пришел времени как бы заниматься не было много и но и денег тем более вот я пришел в администрацию главе и предложил а в то время глава администрации была такая установка углич сделать городом фестивале кстати у нас сейчас проводится три фестиваля значит кроме углической версты которые проходят в июне в июле у нас проводится фотофестиваль он уже международный то есть много иностранцев приезжает то есть ну я могу ошибаться наверно один из лучших фестивалей в россии фотофестивали фотофестиваль там именно идет уклону на старину да нет нет вообще там просто приезжают какие-то известные фотографы проводят мастер-классы они они снимаются все что ну понятно что если в угличе проходит там уклон до на древний углич там на природу на волгу тогда так то в принципе он там проходит несколько дней и проходит третий фестиваль зимние забавы тоже в феврале месяце приезжают со всей страны у нас там снегоходные гонки проводятся соревнования маржей маржи приезжать всей россии там шоу всякие устраивают вот ну вот я пришел с этой идеей главе глава поддержала в общем то ну я как бы выступал вроде консультанта то есть это дело администрации но в общем то потом много друзей было то есть друзья все приезжали всем интересно фестиваль проводится три дня пятница суббота воскресенье мы ставим на берегу волги лагерь и там мероприятие средний заполнен с утра до вечера то есть в пятницу там все приезжают знакомиться вечеринка в субботу у нас обязательно аппарат ну то есть прикрывается город все приезжает кто на чем гораздо как скажем но он на на разных велосипедах вот со всеми этими друзьями вот которые мне помогают я в принципе там и познакомился то есть они начали приезжать на наш фестиваль вот потом соревнования всякие проводятся концерт вечером обязательно в лесу как участников примерно ну приезжает там видите еще зависит от погоды погода хорошая но человек 300 приезжает на 300-400 ну в основном приезжает как бы скажем люди кто кто связан с велосипедом но интересно приглашаю приезжайте обязательно заинтриговали захотелось присоединиться он получается проходит в июне в июне да в июне не помню как в июне сейчас но сейчас как бы стало модно сейчас велофестивали проводятся практически во всех областях россии вот и сейчас у меня тоже уже есть пять приглашений на лето то есть я выезжаю на другие фестивали меня есть еще и вы зная выставка то есть я могу сейчас я готовлю второй комплект велосипедов чтобы как бы сказать не оголять музей россии будет да я могу хоть куда за ваши деньги горится любая брехать можно и европу вот и есть большой прицеп все грузится покоится едем вася едет поем людей самовара пряниками кормим там ну сейчас уже сейчас думаем пишем частушки у вас скоро и петь не начнет надеюсь это здорово а как на ваш взгляд вот сейчас же возрождается вот этот вот велосипедный спорт и хобби нет смотрите вот сейчас какая существует проблема и уже есть понимание у власти сейчас у нас большая проблема микрополюсов то есть это пробки это экология дальше мало две двигаются люди и третье все дорого что решает велосипед да 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 вот я буквально месяц назад приехал с московского велоконгресса кстати у меня там есть ролик этом подробно рассказываю что происходит мире и значит что происходит мире то есть уже весь мир понял что от этого спасет только велосипед значит реконструируют города строят велодорожки создают максимальные условия для велосипедистов тоже не велодорожки велопарковки прокаты потом в некоторых странах вообще даже вот теперь в германии если человек покупает футбайк 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 это велосипед который ездит по снегу с широкими колесами кстати на ремаре я видел уже есть тоже ну ширина 4 дюйма там человеку 400 евро платят практически бесплатно в европе уже вопрос встает о том чтобы не только люди ездили летом но и зимой и вот когда я был на последний велоконгрессе вот было приятно такие вещи услышать что уже власти понимают что в россии имею виду что это единственный выход и что было принято много неправильных решений велодорожки трудись неправильно если взять москву например там непонятно было где они начинаются где они заканчиваются то есть они строились как бы для для к для балочки то есть они должны начинаться со спальных центров заканчиваются у торговых центров у рабочих мест затем вообще у нас в стране был маразм но я очень много езжу как бы с великом и постоянно проблема то есть у нас за велик надо везде платить платить ты еще это полбеды то есть там бывает и вообще на поезд не берут там то квитанции нет ну сейчас вот на первом в метро вообще с великами не пускали сейчас москве принято решение на наземном транспорте велосипеды можно проводить бесплатно и в метро сейчас официально разрешили провозить велосипеды вот а если взять ну как бы копнуть поглубже то есть уже вот когда я был говорю на этом вело конгрессе люди были со всей россии то есть уже заинтересован не только мегаполисы но и мелкие города если говорить про нас углич то у нас я надеюсь в этом году начнется уже строительство пела первой велодорожки хотя мы уже за это боремся уже больше десяти лет вот ну вроде как бы уже вопрос почти решен первый этап пусть у нас делают пешеходную улицу там улица спаская такая она упирается в площадь вот был приятно удивлен вот когда приехали люди из татарстана город али альметьевск там построено более 40 километров велодорожек представляете для россии это вообще как бы уже рекорд но у них там свои кстати понятно спонсоры это чтоб квартира тот нефть то есть от нефти она как бы с пониманием отнеслась к этой проблеме и вот вы сегодня пришли нам не с пустыми руками да вижу интересную мини-футболочку расскажите о ней откуда она у вас ну смотрите вот вы говорите как как я все придумал да на самом деле все придумать невозможно я уже говорю повторяю уже не первый раз я много путешествую и что-то там подсмотришь что-то подскажут вот и вот это первый вопрос второй вопрос я торгую сувенирами но я не хочу торговать у нас в угличе огромный рынок народных промыслов то есть я хочу отличаться других и я принципиально торгую только своими сувенирами только эксклюзивными то есть я заказываю там мастерам вот а если говорить про эту футболку ну как бы есть такая великая велогонка tour de france которой больше ста лет там победителю дают майку лидера вот почему я выбрал желтый цвет вот как бы да свой фирменный цвет это во это майка лидера да 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 потом желтый цвет это цвет безопасности то есть вот желе ты на дорогах и все это самое с этим связано и вот сейчас у нас не все желтые часы и его рикши у меня желтым цветом крашу велосипеды желтым цветом который изготавливаем но на самом деле тут эта малая часть сувенирной продукции которая у нас есть у нас у нас и тапочки есть велосипедной символикой но понятно там звонки там эти самые всякие прибамбасы велосипедные делаем там гончарам заказываю кружки с нашей символикой что еще да не упомнишь много ну я думаю лучше один раз увидеть да чем сто раз услышать сергей у вас есть возможность пригласить наших низких жителей в углич и зайти к вам да да друзья это самые земляки я буду рад если вы приедете к нам в наш город посетите наш музей кстати кроме экскурсии мы еще катаем на велорегших проводим экскурсии по городу у нас можно взять на прокат велосипед у нас можно взять на прокат старые велосипеды это ностальгия понимаете то есть я собираюсь еще старые велосипеды ремонтирую их вот эти уралы там орленки которые детства детские эти мишки вот всегда буду рад тем более что мы может сказать почти по пути на юг если ездить и по 8 там подвернуть к углище чуть-чуть совсем то есть у нас там более 10 прекрасных гостиниц есть гостевые дома если остановиться всегда буду рад подсказать проконсультировать я думаю сергей после вашего рассказа обязательно приедут в город углич это была программа актуально интервью напомню что у нас сегодня в гостях был владелец музея лавки арсенал необычных велосипедов самокат сергей кондаков до новых встреч а